Как у нас самочувствие, как здоровье сегодня у нас? Очень, самочувствие хорошее, здоровье поправляется. И думаю, после нашего расповелечения я еще и молодого найду. Это сегодня пенсионер Олег Мандрон шутит и собирается искать невесту. Хотя только вчера его перевели из реанимации в обычную палату. В отделении неотложной кардиологии он оказался впервые. До этого на сердце не жаловался. Пришел с работы, сдавило сердце. Диагноз – острый инфаркт миокарда. Нестандартные температуры, вот эти, и повлияло. И не только на меня, и другие люди жалуются. За праздничную неделю в скорую кардиологического отделения поступило более 50 вызовов. С учетом того, что обычно в месяц здесь проходит лечение порядка 100 человек. Погода, особенно перепад атмосферного давления, низкое атмосферное давление, не характерно для зимы, в данной сейчас ситуации погода, то есть теплая, не характерная. Очень влияет на пациентов с хроническими сердечными сосудистыми заболеваниями. Устойчивый плюс – полумрак и отсутствие снега зимой отрицательно сказываются не только на физическом состоянии людей. Психологически переносить такие аномалии ярославцам тоже непросто. Как осень. Уныло, как-то серо все. Не нравится, плохо. Нужки не поиграть, на льду не покататься. Все серо. Никакого настроения. Надо валить отсюда подальше. Настроение людей, говорят специалисты, связано с привычкой. Сила привычки, она, естественно, играет большую роль, поскольку в наших полосе, в наших широтах мы привыкли видеть в январе месяце белый пушистый снег, морозную погоду. Многих это радует. Яркое солнце. Естественно, это создает позитивный настрой. Грустно это зимой и в ярославских тверицах. Нарушена ежегодная традиция. В этот раз художнику Сергею Марценко не удается построить для местной детворы ледяную горку и шестиметровую снежную скульптуру. Даже тот снег, который художник успел собрать, практически растаял. Обидно. Дети приходят. Даже некоторые вообще думают, что что-то готовое уже приезжают. И так сочувственно. Ну, нету ничего. Ну, обидно прям. Вы представляете? Ну, катаются. Дети катались. Ну, это до вчерашнего дня. А вчера уже вода. Все. Художник обещает, что воплотит задуманное, как только начнется настоящая зима. Снег в синоптике обещают уже в эти выходные. Екатерина Булькаев, Светлана Доброхотова, Сергей Ватин, Александр Широкий. День событий.